Добрых дней, дорогие друзья! Это очередной выпуск проекта «Киноагент» на канале Белковский. Которую мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы, знаменитой русской писателькой Зинаидой Пронченко. Это киноагент 283, кроме всего прочего, напоминаю, потому что таков мой белковский номер в перечне физических лиц, назначенных Министерством юстиции РФ иностранными агентами. Я выступаю здесь в роли паразита, параклета и офигитиса, на всякий случай напомню, что это. Паразит – это мастер застольной беседы по-гречески, параклет – утешитель, а офигитис – рассказчик офигительных историй, на которых во многом построен наш Зинаида Пронченко проект «Киноагент». Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский, ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте нас в любых доступных вам формах, особенно материально, из любой точки мира, в любой валюте. Ну и, конечно, обильно и активно комментируйте проект «Киноагент», потому что, обещаю вам, со следующего раза мы, в свою очередь, прокомментируем ваши комментарии, точнее, самые популярные из них. Поскольку во вторник, 14 мая, то есть позавчера, начался очередной Каннский фестиваль, то здесь нам и все карты в руки, и я предложил бы начать обсуждение киноповестки этих дней именно с Каннского фестиваля. Тут я бы вот еще что хотел. Поскольку с тех пор, как появился на свет наш проект «Киноагент», некоторые люди ошибочно считают меня специалистом в области кинематографа, я на всякий случай напоминаю, что специалист в области кинематографа у нас Зинаида Пронченко, а я дилетант, то эти люди спрашивают меня, во-первых, чем отличаются крупнейшие кинофестивали один от другого? Можно ли найти какие-то внятные такие различия, концептуального свойства? А со своей стороны, я бы спросил, зачем нужны кинофестивали вообще? Соответствуют ли они своеобразию текущего исторического момента? Потому что по опыту изучения политики я знаю, что международные конференции по разным вопросам с некоторых пор нужны только для одного. Вернее, для нескольких вещей, главной из которых – это реклама дорогих курортов, на которых они проходят. Таким образом, курорты решают свои экономические проблемы. А кроме того, для многих представителей правящих элит разных стран и примыкающей к ним бюрократии, это хороший способ немного развеяться. Я вот хочу напомнить аудитории известный анекдот на эту тему о том, как Орна с прахом известного медиаменеджера и кинопродюсера Михаила Юрьевича Лесина, погибшего в городе Вашингтоне, США, едет в Российскую Федерацию и на границе ее спрашивают, какова цель визита. На что Орна с прахом отвечает – так немного развеяться. А развиваются элитарии в основном в одном направлении всяких рискованных сексуальных экспериментов. Потому что, например, на недавнем Давосском форуме в Швейцарии выяснилось, что цены на эскорт услуги на период форума выросли в четыре раза, а на проституток обоего пола двух полов – два с половиной. Поэтому международные политические формы не решают никаких проблем, хотя какие-то, безусловно, решают. Только что нами обсуждено. Не слышала никогда этого анекдота про Лесина. Мешной. Значит, про фестивали. В принципе, в фестивале есть только три. Большая тройка – это Канны, Венеция, Берлин. Канны из них главнейшие, хоть и не старейшие, поскольку во время войны он не проходил, а Венеция проходила, потому что Муссолини и фашистская держава, им нужно было доказывать, что у них все хорошо, в том числе и в кинематографии. Ну, больше того, я заметил, что он, собственно, Берлинит Муссолини был основателем и вдохновителем венецианского кинофестиваля вместе с своим другом графом Вольпи, если я ничего не путаю. Поэтому фестиваль должен был быть во славу фашизму. Он был, так сказать, важнейшей маркетинговой и пиар-акцией фашистского режима. Да, и кубок Вольпи или Вольпи до сих пор выручают особо отметившимся актерам на этом фестивале. Кстати, Каннский фестиваль вообще-то должен был проходить в Биарице, и, может быть, даже было бы лучше, если он проходил там, но в то время коммунистически настроенные сотрудники мэрии воспротивились, собственно, этому капиталистическому празднеству. И в итоге Канн. А Биарица теперь кусает локти. Канн – фестиваль номер один, самая лучшая программа, больше всего звезд и хорошее, скажем так, авангардное участие. Собственно, для этого нужны фестивали, потому что это праздник кино и своеобразный воркшоп, где, как ни на фестивале, хочу показывать фильмы, которые идут 6 часов и в которых, там, не знаю, ну, правда, согласно клише, угрюмые сирийские беженцы куда-то бредут. Или вот фильм, про который мы поговорим, буквально через 10 минут «Красавица из газа». То есть все самое острое и спекулятивное предназначено для фестиваля, потому что потом, когда он попадает в зрительские залы в прокат, обычно долго оно там не живет. Венеция второй по значимости и в нем наиболее сильно американское присутствие. Они вообще как бы ориентированы на Голливуд, на Оскар, они ближе по графику к Оскарам. Соответственно, Венеция становится промо-площадкой в оскаровской гонке. Ну и, наконец, Берлин, учрежденный для того, чтобы реабилитировать германскую нацию после всех ее преступлений, и как-то вообще поднять настроение европейцам, он самый социально ориентированный, поэтому с точки зрения кино, наверное, самый слабый. Там еще больше беженцев и еще меньше настоящего искусства. Вот, собственно, и все. Есть еще там фестивали в Лакарно, в Сан-Себастьяне, но они уже роли не играют, по большому счету, такие локальные мероприятия. То есть, иными словами, если бы коммунистическая мэрия Биорица в свое время не сорвала фестиваль, то, собственно, все богатые, все новориши из стран, ставших капиталистическими в начале 90-х годов, вернулись бы туда, и воспевали бы не Лазурный берег, а Бискайский залив в большинстве. Да, пока туда двинулся только Владимир Путин, если верить слухам. Ну, туда даже двинулся не только Владимир Владимирович Путин, но его супруга Людмила Александровна съест со своим новым мужем Артуром Сергеевичем Очеретным. Вот, кстати, недавно была катастрофическая, с ленградского масштаба битва в Донецкой области Украины за населенный пункт Очеретину, и не все понимали, почему это так важно для кремлян. Именно потому, что Очеретная – это фамилия бывшей и пока единственной жены Владимира Ильича Путина, и поэтому это имело сакральный смысл. Но тем самым, если бы фестиваль был в Биорице, то Путин с Очеретными находились бы в Каннах. И Канном был бы от этого еще хуже. Поэтому тут все сходит. Но, с другой стороны, Биорице ведь очень близко от Сан-Себастьяна, да? Поэтому там была бы очень большая кучность кинофестиваля. Я разрываюсь тут между сюжетами и шутками, потому что, раз мы вспомнили Путина, то единственный, по сути, конкурсный участник из России Кирилл Семенович Серебренников, который представлен своим новым фильмом «Лимонов», являющимся экранизацией одноименного романа французского писателя Мануэля Каррера, получивший уже лет 10 назад премию «Ренадо», вторую по значимости после «Ганкура». Так вот, основная интрига заключается в том, что роман начинается в Биорице, куда прилетает Борис Лобранович Березовский уговаривать Владимира Владимировича Путина вступить на царство. Эту же вершую событию мы слышали в фильме «Мария Певчиха». И Карреру – это нужна была мизансцена, чтобы выстроить антитезу. А в это время – «Лимонов». Потому что главная мысль Карреры – это сравнение двух этих важнейших персонажей для политической и культурной повестки Российской Федерации. Не знаю, оставит ли Кирилл Семенович эту сцену в фильме. Думаю, что нет. Полагаю, что он не захочет дополнительно еще играть с огнем. Теперь, что касается секс-работницы, о которых вы упомянули, и о которых действительно, я думаю, уже очень много приехало в Канны, потому что это у них просто урожайная страда. А фестиваль вообще открывается в очень тревожной атмосфере. Только вчера все аккредитованные участники получили рассылку с горячей линией и номером, куда звонить, если вы подверглись социальному насилию в процессе этого киношного праздника. Но самое главное – это то, что… По другому телефону, по альтернативному телефону, видимо, надо звонить, если вы ему не подверглись, но хотели бы. Самая главная проблема заключается в том, что если верить газете «Фигаро», то во время фестиваля должно будет объявить 10 фамилий, носители которых видны участники французской киноиндустрии, совершившие не так давно какое-то сексуальное насилие в адрес людей, которые находятся в более слабой позиции. Дело в том, что «Метту», начавшуюся в 2017 году с Харли Вайнштейна в Америке, только сейчас достигла пиковой точки во Франции. То есть буквально кинематографисты засыпают, боясь проснуться отмененными. Очень как бы нервная ситуация. Мы видели уже выступление французской актрисы Жюдид Гадреш на «Сезаре», которая накануне вручения премии поделилась с общественностью своими воспоминаниями о том, как она снималась у классиков французского кино Жека Дуайона и Бенуа Жако, когда она была нестрашенолетней, и как оба пытались тоже совершить в ее адрес какое-то насилие. Причем Жек Дуайона в присутствии своей тогдашней, уже ныне покойной, жены Джейн Биркина, которая находилась в соседней комнате. Собственно, Жюдид Гадреш покажет на второй день фестиваля, 15-го числа, свою короткометражку на эту тему, которая называется «Моасси», что по-французски означает «Мету». Второй момент, который меня лично потряс, это история президента CNC, то есть их фонда кино, Доминика Бутана. Он вообще один из главных людей во французском кино, потому что он дает на него деньги. От него зависит вся километография. Несколько лет назад в Каннах было запущено приложение, которое оповещало всех участников фестиваля о ночных перемещениях Доминика Бутана, которое не вылезало из влачных мест и ночных кругов до 8 утра в сопровождении, соответственно, работницы секс-индустрии. Но в июне он пойдет под суд за другие свои приключения, потому что 4 года назад он пытался покуситься на честь своего крестника, 20-летнего сына лучших друзей. Они вместе пересиживали локдаун, по-моему, в Сан-Тропе, и там случилось что-то невероятное, тоже в присутствии, собственно, жены этого Доминика Бутана. Ну а что можно сделать, если локдаун, если карантин? Если бы они делали это не в присутствии жены, они бы заразили ковидом-19 некоторое количество достойнейших французов и приравненных к ним. Да, но меня потрясло следующий момент, что, объясняясь в полиции, зачем он, в общем, пытался потревожить своего крестника, да мне Бутана сказал, что это произошло из-за боязни старения. Нет, на самом деле, как психоаналитик-самоучка, изучавший в том числе долгие годы в тайном союзе с профессионалами этого жанра, а также психиатрами, истоки педофилии вообще, я вполне готов согласиться с господином Бутана, что это страх даже не только старения, сколько импотенции. Импотенция вообще явление психологическое, а не физиологическое. Если у тебя нет комплекса импотенции, то ты можешь там, у тебя все в порядке до 120 лет, может быть, вполне. Как минимум, в первую очередь психологическое. Естественно, могут быть какие-то жесткие травмы, которые ведут к нарушениям в сексуальной сфере, но это должны быть действительно большие потрясения для организма. И человек пытается зайти на запретную территорию, поскольку сам фактор риска проникновения на эту территорию, фактор страха становится и фактором преодоления импотенции, точнее, ужаса перед ней. Поэтому здесь Бутана, как ни странно, сказал чистейшую правду. Правда, он мог бы, вот если бы я был адвокатом Бутана в современном суде, я бы сказал, что во всем виноваты мировые элиты, которые устроили этот локдаун и обрекли человечество на полную изоляцию, в том числе изоляцию от поисков совершенно законных форм и методов любви. Интересно еще другое, что, собственно, это было 4 года назад, и Макрон не уволил Бутана своего поста, объясняя эту тему, через Министерство культуры, что какой бы он ни был, но он все-таки наш либерал, а если мы его уволим, то фонд кино, соответственно, кинематоров захватят какие-то люди из ультраправого лагеря и начнется сплошной Мединский во Франции. А что, это президент Франции назначает и увольняет руководство Каннского кинофестиваля? Нет, ну это не руководство Каннского фестиваля, это руководство CNC, фонд кино, то есть это их организм, который выдает деньги на все фильмы, которые снимаются во Франции. Это очень важный человек, он на самом деле совсем не из культуры пришел на этот пост, а из-за страхования. Он сделал карьеру в компании Акса, или Акса, я не знаю, как правильно произносить. Причем он тоже там человек из номенклатуры, у него сестра, очень известная журналистка, брат всю жизнь продюсирует Миллионформера, и он давал деньги на избирательную компанию Макрона в том числе. А, ну здесь возможно совпадение, как говорит известный российский телепропагандист, совпадение, не думаю. Нет, надо сказать, что если Анатолий Борисович Чубайс, известный благодаря литературе, скорее чем кинематографу, будет снимать ответ фильму «Предатели» Марии Константиновны Певчих, пока еще не получившему ни одного приза, ни одного фестиваля, но все впереди. Может быть, даже ради этого стоит создать какой-нибудь отдельный фестиваль политического кино. То там Эманиэль Макрон вполне мог бы сняться, потому что он в точности воспроизводит логику Чубайса. Когда Анатолий Борисовича спрашивают, почему в 90-е годы всю крупную собственность Советского Союза раздали бесплатно, он сказал, ну как, только для того, чтобы к власти не пришли коммунисты, мы вынуждены были все украсть. Вот именно это говорит Макрон про господина Буттана, если я правильно понимаю. Ну, тут уже намечается какая-то тенденция, неприятная для Макрона, потому что если с Буттана его поведение оправдывает коммунистическая угроза, красная угроза, то Депардио, которого, в общем, Макрон защищал два месяца назад, после того, как был обнародован чудовищный документальный фильм поездки Депардио в Северную Корею, тут непонятно, почему Макрон, если низким стилем говорить, вписывается за людей, чья репутация тянет его на дно, и чьи поступки явно заслуживают осуждения, где все однозначно. Ну, мне представляют, что Маниэль Макрон просто таким образом пытается акцентировать собственный мачизм. По этому поводу у него вообще какой-то большой комплекс. Он же комплекс Наполеона, поскольку нынешний президент Франции всегда всячески акцентировал, что он самый молодой правитель Франции после Наполеона I Бонапарта. Это тоже напоминает мне фильм «Бруно», культовый известного комика Саши Барона Коэна, где главный герой выступал под лозунгом «первый после Гитлера». Это был, собственно, сам Бруно. Вот Макрон первый после Наполеона, и, может быть, когда-нибудь Саша Барон Коэн его сыграет. Но дело в том, что вмешательство иммуниеля Макрона в разные серьезные дела, проекты и защиту тех или иных стран, народов, людей, персонажей и прочего часто оборачиваются против защищаемых. Это случилось в Африке, где за период президентства иммуниеля Макрона в пяти странах произошли антифранцузские военные перевороты. И к власти вот в этих франкофонных странах, издревле опиравшихся на Францию, пришли прокитайские и пророссийские силы, из-за чего даже возникли перебои с поставками во Францию важного стратегического сырья урана из африканской страны Нигер, опять же, перешедшие из сферы влияния Франции в российско-китайскую. Наконец, Эммуниель Макрон лично обеспечивал проект, в рамках которого ведущий французский футболист Киллиан Мбаппе ни в коем случае не должен был перейти из парижского клуба Paris Saint-Germain, правда, принадлежащего каторским инвесторам-шехам, разумеется, как и многое на современном Западе, в мадридский Реал. И дело закончилось, как у Макрона часто бывает. Этим летом Киллиан Мбаппе переходит в мадридский Реал, причем бесплатно, в так называемом статусе свободного агента. И последнее, чего добивается господин Макрон, это чтобы Киллиану Мбаппе дали все-таки сыграть на Парижской Олимпиаде за сборную Франции, чтобы Реал отпустил его. А это звучит втройне двусмысленно, потому что французские спецслужбы предупредили всех еще более месяца назад, что на Парижской Олимпиаде возможны масштабные теракты. И лучше бы вообще большую часть публичных мероприятий, не связанных непосредственно с соревнованиями, на Олимпиаде отменить. Поэтому мне кажется, что вот это мог бы быть такой фильм в духе братьев Коэнов о том, как Макрон он вызволяет Киллиану Мбаппе на Олимпиаду, а там случается, не дай бог, что-нибудь неочевидное со всем этим. Я правильно понимаю, что Жерар Депардье чуть не сел в тюрьму, да, сейчас? Да, он был арестован, отпущен, но его тоже ждет полноценный суд в октябре. Но я думаю, что это уже никак не повлияет на судьбу Депардье. Не уверен, что его прям посадят-посадят. В конце концов, даже Николай Саркази не сидел в кутузке. А были для этого все поводы. Просто его карьера в любом случае закончена. Человек он пожилой, ему уже к 80-ти. Все равно он снимается в последние 20 лет во всякой ерунде позорнейшие, в том числе на российские и узбекские деньги. Собственно, его узбекские спонсоры сами сидят в тюрьме уже. Это речь о дочери бывшего президента Каримова. Собственно, Депардье настигла карма, которую он сам строил столько лет и которая была частью его маркетинговой стратегии, потому что он с юного возраста с удовольствием рассказывал в интервью о том, какой он был сорванец, как он принимал участие в групповом изнасиловании в 15 лет в своем родном городе Шатару, известном лишь тем, что там находилась американская военная база. А больше там не находилось примерно ничего. Как он воровал и как он по приютам с детства скитался. Мне кажется, тут какой-нибудь известный киновед уровня Владимира Владимировича Путина должен был бы развить теорию, согласно которой везде, где появляются американские военные, возникает культ насилия, особенно сексуального, и поэтому групповое изнасилование неизбежно. А вы помните, как это, в 12 стульях, вы помните, Ипполит Матвеевич, вы помните, Елена Станиславовна, вы помните из мемуаров Депардье всякие истории о том, как, собственно, он прокладывал тебе дорогу в кинематографе в качестве пассивного гея. А кроме того, меня еще потрясло, ну не потрясло, но обратил, привлекло мое внимание, что он уже на стадии написания этих мемуаров признавался, что выпивает 11 бутылок вина в день, но заснуть все равно не может, поэтому на ночь еще нужна бутылка виски. Именно с этим багажом, собственно, он и получил российское гражданство и прописку в Саранске, в Мордовии. Кстати, еще Саранск был выбран потому, что там в Мордовии собственно лагеря, места лишения свободы, видимо, решили Жерарду Пардье поселить поближе к этим сакральным местам. Ну, квартиру в Саранске он продал уже и вроде бы даже пожертвовал вырученному средству на ВСУ, хотя это непроверенная до конца информация. Что касается его гомосексуальных опытов и откровения об онах, я думаю, тут он находится в традиции отчасти мифологической основанной легендарным французским аксером первой половины XX века Мишелем Симоном, который говорил «Если тебе нравится козел, займись с ним любовью». Эту же цитату неоднократно произносил Ален Делон, когда его спрашивали, были ли у него какие-то отношения помимо профессиональных, но там, Мекс Лукина Виспонти, который был вполне открыто гомосексуален. Ну, а рассказы про групповые изнасилования уже стоили Дю Пардье Оскара, потому что, когда он номинировался на «Оскар» за Сирамонда Биржерака, и практически статуэтка была у него в кармане, американские журналисты откопали его интервью в 80-х, где, собственно, он с удовольствием рассказывал, как они стояли и ждали своей очереди где-то в шатару, чтобы, значит, заняться сексом с какой-то там несчастной девушкой. И в итоге он остался без главной кинематографической награды. Так что, в общем, все взаимосвязано и наказуемо. Хотя и тогда в истории с «Оскаром» его защищало активно французское правительство в лице Биржерка Ланга, министра культуры, по-моему, назначенного Миттераном, который сам был открытый гомосексуал и смотрел на нравы и сексуальные обычаи. В общем, у него было довольно фривольное представление. И последнее про Матрона. Коль скоро, по вашему мнению, у него комплекс Наполеона, то, наверное, не случайно в день открытия Каннского фестиваля, помимо фильма открытия, который называется «Второй акт» и снят Кантаном Дюпье, будут показывать отреставрированную копию знаменитой картины 1927 года Наполеона Белеганса, которая является классикой французского немого кинематографа, исполнявший роль Наполеона в этой саге, чуть ли не четырехчасовой, актер Альберт Дьодоне, в общем, сошел с ума после этого фильма и принимал себя за Наполеона. Так что Макрон в этой истории не одинок. Ну, Макрон, опять, будет чем заняться, когда он уйдет от власти. Должен, как быть, звуковой Наполеон. А, кстати, Жак Ланг, мне кажется, когда он был в должности, я могу ошибаться, он еще не совершил каминг-аута. У него была официальная жена Моника Ланг, я помню, что это такое. Лишь хочу заметить в финале этого околополитического экспорта, что, мне кажется, и у Эммануэля Макрона достаточно широкие представления о сексуальных возможностях человека, поэтому здесь все укладывается одно в другое. Не побоюсь двусмысленности этого сравнения. Можно еще одну деталь по этому поводу. Да, Джак Ланг, может быть, и не манифестировал свою гомосексуальность, находясь при исполнении, но вот его коллега Фредерик Миттеран, который в родственных связях находился с Миттераном и тоже занимал пост министра культуры, по-моему, при Саркази, он умудрился написать мемуары на посту, в которых были пассажи о том, как он развлекался в Таиланде с мальчиками, включая несовершеннолетних, и был страшный скандал. Просто Фредерик Миттеран не пришло в голову, что, наверное, это не очень. Особенно для министра культуры. Отдельный мощнейший прикол Каннского кинофестиваля это, конечно, его открытие с легендарной красной дорожкой. Вот что сообщает нам с открытия Зинаида Пронченко, ведущей кинокритик Европы. Церемония открытия Каннского фестиваля каждый раз заставляет жмуриться от неловкости. Кто пишет эту поэтическую чушь о любви к кино и его магической сущности? Тьерри Фремо, переодевшись маминой платье, но сегодня Канны побили рекорд. Вручавшая почетную ветвь Мэрил Стрип, Джульет Бинош, долго читала по бумажке банальные комплименты, а потом натурально расплакалась на фразе «Вы изменили роль и место женщины в кино». Стрип даже пришлось ее похлопать по плечу. Рыдала и председателька жюри Грета Гервик от переизбытка незаслуженных почестей. Про войну, да и какую еще войну, сказали туманно. Гриффит пообещал, что в 21 веке кровь будет литься только в кино. Мы стараемся, хоть и не успеваем. В принципе, удобно. Если не охота воевать с Владимиром Ивановичем Путиным и другими диктаторами, и непонятно, что делать с Хамасом, включи феминизм на максималках. Из всех войн важнейший является война полов. К этому можно добавить, что красная дорожка в Каннах продемонстрировала явный сдвиг женской сексуальности, точнее, возраста максимальной женской привлекательности вправо. Здесь отдельно блистали и привлекали и 88-летняя Джейн Фонда, и не самая юная супермодель Хайди Клум доказывает этот тезис. Отдельный же мегахит это явление российских топ-эскортниц старшего поколения Леной Лениной и Викторией Бонни. Продолжаем следить за красной дорожкой в нашем офигительном шоу Киноагент. Я бы хотела перечислить несколько самых ожидаемых премьер Каннского фестиваля. Значит, упомянутый уже Лимонов. Это, я так понимаю, самый дорогой фильм в карьере Кирилла Серебренникова, называют цифры что-то вроде 10,5 миллионов долларов. Продюсером этого фильма опять является Илья Стюарт. И на самом деле готов еще один фильм у Серебренникова, возможно, покажут Венеции. Он посвящен истории доктора Менгеля. Значит, как я сказала, это экранизация. Писатель Эммануэль Каррера, что любопытно, вообще специализируется во Франции, на России, ему полагается, потому что его мать, Элен Каррер-Донкос, член Французской Академии, всю жизнь писала исторические работы о России, Российской империи. И сын унаследовал эту любовь. Изначально права на эту книжку были куплены выдающимся польским режиссером Павлом Павликовским, Луэтом Оскар за фильм Ида. Мы знаем также его прекрасный фильм «Холодная любовь», тоже участник Каннского фестиваля. Но что-то там пошло не так, то ли они не нашли финансирования, и в итоге сценарий оказался в руках Серебренникова. Лимонова играет британский актер Бен Лишу, который сам по себе безусловно актер талантливый, но меня лично в принципе смущает это экспортное стремление Серебренникова уже обосноваться полностью в западном мире, а значит фильм Лимонова будет идти на английском языке. Я с трудом себе представляю, потому что у меня есть знакомые, которые читали сценарий еще на этапе кастинга, как Эдуард Вениаминович будет общаться на английском со своими родителями, находящимися в Харькове и служащими там чуть ли не в НКВД. Но бог с ним. Кстати, сам Лимонов при жизни, когда его спрашивали, ну вот у вас такая как бы кинематографичная биография, как вы считаете, кто бы мог вас сыграть? И он всегда назвал Кристофера Окина, что тоже вполне резонное предположение, но Кристофер Окин уже сильно в летах, поэтому вместо него Бен Уишелл. Надеюсь, что этот фильм не будет, как обычно у Серебренникова, театральными сценками, в которых все пляшки поют, как это было и у Женичаиковского, и даже отчасти в первой гриппе. Ну, посмотрим. Второй русский пассажир этого конкурса это картина Анора американца Шона Бейкера, такого, в общем, немножко подзадержавшегося в хипстерском этапе режиссера, и, собственно, русское присутствие это Юра Борисов, который возвращается снова в первую лигу, как я понимаю, играющий в этом фильме русского олигарха, чей сын, проживая в Нью-Йорке, влюбился в трептизершу из Бруклина. Ну, в этом фильме, я думаю, комическая составляющая довольно сильная, в общем, предыдущий фильм Шона Бейкера был посвящен вышедшему на пенсию порноактеру, назывался «Красная ракета», но Юра Борисов, конечно, в роли русского олигарха в Бруклине, это, я думаю, зрелище, которое заслуживает внимания, тем более, что Юра Борисов накануне войны прошелся по красным дорожкам всех ведущих фестивалей, потому что были и «Волконогов», и те же «Петровы в гриппе», и «Мама, я дома», и, наконец, скупой номер 6, получившая гран-при в Каннах, казалось, что все начинается, а потом все резко закончилось. Юра Борисов был вынужден из политкорректных соображений довольствоваться озвучкой о славы древнерских музыкантах, чтобы как-то себя не скомпрометировать, но вот теперь он... А вот как можно объяснить, что достаточно уже взрослый человек называет себя уменьшительно-раскательным именем? Это, так сказать, психологический феномен, который я изучаю давно, но мне хотелось бы «Почему он не Юрий Борисов, а Юра?» Как бы вы прокомментировали это? Я вообще теряюсь догадкой, потому что меня лично это очень раздражает, но даже не столько в случае Юры Борисова, который, если на него посмотришь, но он правда Юра, а не Юрий. Это как бы соответствует его энергетике. А вот почему это Митя Олешковский? Ну, как бы... Нет, Маша Гессен есть еще, да? Но Маша Гессен, я не знаю, в конце концов она живет в Америке, и как-то вот Маша, с одной стороны, есть легкие славянские флеры, а с другой стороны, ну, не знаю, в общем... Не попытка ли это догнать утраченную молодость, утраченную где-то глубоко в душе? И, собственно, когда мы читаем откровения там Жерара Допардио или Фредерика Миттерана и удивляемся тому, что они совершенно не соотносят свои публичные высказывания с политическими последствиями этих высказываний, мы должны понимать, видимо, что это для них единственный прорыв в какую-то реальную свободу, которую они совершенно не ощущают по эту сторону баррикад. Это, собственно, тот же самый синдром, как страх импотенции, когда заходишь на территорию запретного, и у тебя возникает резкое возбуждение, которое позволяет преодолевать эти страхи. Это, собственно, это проявляется и вот в этой скандальной мемуаристике, в рамках которой люди ставят на кон свою карьеру только ради того, чтобы это сказать и испытать прилив невероятных ощущений. Вот, мне кажется, нарочитое называние себя уменьшительным именем, это тоже, пусть в гораздо меньшем масштабе, но из этой же оттенции. Я, кстати, хотел бы, чтобы не возвращаться, прокомментировать немножечко фильма об Эдуарде Лимонове. Я, естественно, пока его не видел, но самим героем фильма я был неплохо знаком. Я помню, что когда я прочитал книгу Эммануэля Коррера о Лимонове, то буквально через пару дней после этого мы виделись с Эдуардом Яминовичем, и он сказал, что книгу выдвигают на Гонкоровскую премию, после чего я его спросил, Эдуард, а что лучше, когда тебя выдвигают на Гонкоровскую премию или когда твою жизнь выдвигают на Гонкоровскую премию? И Эдуард Вениаминович не смог на это ответить сразу, а только заулыбался. И я могу сказать, что я не знаю, во что выльется история в исполнении Кирилла Серебренникова и какое место в ней будет отведено гомосексуальности Эдуарда Вениаминовича Лимонова или бисексуальности. На мой взгляд, это бисексуальность и гомосексуальность вообще сильно преувеличены самим героем. Этот миф раздут еще в этой аредичке, то есть я думаю, что такие эпизоды и прецеденты безусловно были, но Лимонов во многом сконструировал их, а не имел органической к ним тяги. Потому что вся биография, если бы спрашивать меня, биография Эдуарда Лимонова была подчинена важнейшей цели добиться признания в мейнстриме. То есть в тех самых буржуазных средах, которым он бросал железный стих облитый горечью и злостью. Это возникло еще, когда он шил джинсы на Москве до отъезда. Потом, после того, как от него ушла Ляночка Щапова, Козлик, на руинах чего родился культовый роман Эд и Эдичка. И впоследствии, когда он создавал самую большевистскую партию, которая была исключительно арт-проектом. Это не был политический проект. Это был арт-проект, на который должны были обратить внимание мейнстримные элиты. И надо сказать, что в этом смысле, к старости, к моменту написания издания книги «Старик путешествует», Эдуард Лимонов своего добился. Мейнстримные элиты обратили внимание на его лучший арт-проект НБП. Правда, как это и принято в современном иммерсивном искусстве, этот арт-проект был сдобрен некоторым количеством реальных человеческих жизней и смертей, арестантов, крови и пота трудящихся. Ну, это уже, опять же, вопрос о том, насколько современная политика и культурология стыкуются между собой в изучении таких феноменов. И вот просто интересно, какие приоритеты жизни и творчества Лимонова избрал Кирилл Семенович. После Чайковского, мне кажется, что он будет продолжать вот эту гомосексуальную плеяду и эту логику своей бесконечной серии. Поэтому, если действительно автор книги, по которой снят фильмы, Немель Коррер, противопоставлял Лимонова Путин увидел их двумя полюсами некой российской политики и жизни, на мой взгляд, это не так, на данном случае, неважно, то Кирилл Семенович когда-нибудь придется снять фильмы о Путине все в той же серии. Ой, не знаю, я сейчас очень боюсь этого фильма, потому что у меня трепетное с детства отношение к Лимонову. Ну, посмотрим. Лично я жду больше всего другой картины, которая называется «Ученик». Ее снял режиссер Али Аббаси, он европейец иранского происхождения. У него уже было два ярких фильма в Каннах. Сначала «В особом взгляде», это второй по значимости конкурс, фильм «Граница», довольно любопытный, рассказывающий о проблеме расизма и вообще о проблеме другого и боязни другого, через такую сказочную оболочку. Там скандинавские тролли работают на таможне. Они обладают особенно острым нюхом на всю контрабанду. Ну, а дальше, кто не видел, спойлерить не буду. Второй его фильм назывался «Убийца-священный паук», действие которого происходило в Тегеране и был посвящен реальной истории серийного убийцы, который преследовал в Тегеране проституток. Это как бы триллер остросюжетный, прям такой страшный, посвященный, соответственно, проблеме прав женщин в Исламской республике. Второй, наверное, по значимости участник, он первый по значимости, но просто он очень сильно пожилой, да, и второй по интриге для синефилов, это Фрэнсис Порткоппола со своим фильмом «Долгостроя» «Мегалополис», на котором он потратил опять, у него вводится куча своих денег, это такая притча, как я полагаю, смесь древнеримских нравов и имперских американских декораций современных, пропитанная духом ненавистным мне писательница Айн Рэнд, которая терпеть не могу и всегда полагала, что ее любят только позднесоветские мужчины, расхищавшие в 90-х государственную собственность Российской Федерации, нет, оказывается, она интересует и Фрэнсиса Форда Копполу, а именно аспект бунта личности против общества, чтобы достичь всех своих самых амбициозных целей. Там главную роль исполняет Адам Драйвер, он теперь один из основных голливудских актеров. Он играет героя, которого зовут неповеритель Цезарь Кателина, то есть Цезарь Кателина в одном, по сюжету он архитектор, который хочет поменять не только ландшафт города, но и общественное устройство, а противостоит ему мэр города, которого зовут Цицерон. Еще образуется треугольник за счет дочери мэра, которая влюблена в Кателину, хоть и дочь Цицерона. Как мы помним, Цицерон произносил в первом веке до нашей эры несколько речей в адрес Кателины, доколе же ты будешь угрожать нашему республиканскому порядку и так далее, тому подобное. Мне кажется, что это будет какая-то, извините, страшная кичуха, но уже сейчас, потому что онлайн-бронирование на сеансы в Каннах открыто третий день и билетов на этот фильм не достать. Ну, насколько я понимаю, этот Мигалополис навеян Гаем Салюстием Криспом, это, собственно, книга античной о борьбе Кателины и Цицерона в Риме, и, в принципе, есть попытка проанализировать современную американскую историю через призму трагической судьбы Древнего Рима. Это сам себе подход ненов, но он понятен, в нем, в том числе, все и сознательные и бессознательные метания сегодняшних элит, и, конечно, то, что дочь тирана должна быть влюблена в революционера, но это настолько фирменный, сказочный сюжет, что трудно признать его хоть сколько-нибудь радикальным, но, тем не менее, из уважения к Фрэнсису Форду Копполи всегда посмотрим и оценим уже по факту. Будет новый фильм Йорго Салантимуса, который недавно мы смотрели «Вы бедные и несчастные», чья премьера произошла в Венеции, и Мастон, соответственно, отхватила Оскар за роль тряпичной куклы, эмансипировавшейся от своего создателя. Тут опять Эмма Стоун, фильм называется «Оттенки доброты, kindness of kindness», это какая-то трехчастная история, там же еще играет Уильям Дефо про людей, которые не могут найти место в современном мире о сюрприз, и, значит, старательно его ищут за счет каких-то невероятных откровений и катрасисов, ничего больше неизвестно, но, судя по трейлеру, опять какая-то хулиганская полуабсурдистская, полукомическая история на тему их нравы. И еще из классиков кинематографа западного будет новый фильм Пола Шрейдера, почтенного уже старца, автора сценария к таксисту и так далее, и тому подобное, который снял фильм о Канаде, это экранизация романа популярного писателя Рассела Бенса о старости военного репортера, его играет Ричард Гир, кстати, мы его очень давно не видели, а с Ричардом Гиром Пол Шрейдер не встречался на съемочной площадке почти полвека, потому что Пол Шрейдер автор знаменитой картины американских жиголов 80-го года, которая сделала из Ричарда Гира секс-символ, вы помните, костюмы Армании и так далее, и тому подобное. Соответственно, эта история о том, как престарелый Ричард Гир дает последнее в своей жизни интервью, рассказывая обо всем о том, о чем он умалчивал долгие годы о всяких военных преступлениях. Молодого Гира играет Якоб Элорди, звезда эйфории и фильма Престыла, в котором он изображал ЛС-пресли, более-менее удачно. Тоже все ждут очень этот фильм. И, наконец, заинтриговавший меня лично фильм «Красавица из газа». Режиссерки Йоланда Залберман очень известного документалиста. Это картина о палестинских транссексуалах, которые бегут из сектора газа в Тель-Авив, чтобы жить полноценно своей новой жизнью в новом теле или в новом обличье. В трейлере звучит совершенно спекулятивная история о том, как какая-то женщина утверждает, якобы по легенде, один из главных раввинов Израиля говорил, что каждый раввина мечтает тоже быть женщиной. Я читала книжку в европейской истории о рэббе 13-м веке, что он написал, что он пытался стать женщиной. Предыдущий фильм этой режиссерки был посвящен проблеме педофилии в ортодоксальных еврейских кругах. То есть, как и полагается современному художнику, эта дама пытается с каждой новой работы снова залезть на самые острые ножа. Но меня поразило другое, что, оказывается, она в 93-м году получила гран-при на Московском кинофестивале за картину называвшуюся «Я, Иван, а ты, Абрам?» о дружбе еврея и белорусов в 30-е, в которой снялась целая плеяда уже почти умерших советских актеров Янковский, Герт, Джиграханян, надеюсь, Джиграханян хотя бы не играл в еврея, Ролан Быков и, кстати, Владимир Машков, который герой Татарова звали Аэрон. Он там изображал молодого коммуниста, преследуемого властями. Это удивительная совершенно информация, такой, соответственно, диапазон у авторки, потому что где Владимир Машков сегодня, а где палестинские транссексуалы? Ну, примерно там же, то есть, собственно, Владимир Машков, видимо, и выжил благодаря этому превращению. Вообще, надо изучить, как быстро советские актеры умерли после премьеры этого фильма «Я, Иван, а ты, Абрам». И это само сюжет для мистического триллера. Выжил только Владимир Машков. И когда он выжил, он понял, что единственный выход для него это стать зет-активистом и повесить и сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. То есть, только Мефистофель спас его от неминуемой смерти после участия в этой картине. То есть, Владимир Владимирович Путин. При этом, вы знаете, что в «Табакерке», то есть, в «Театре имени Табакова» Олега Павловича Табакова, который возглавляет ныне Владимир Иванович Машков, вы знаете, на этом фоне всегда звучат рассуждения, что ворочается ли в гробу Олег Павлович Табаков или ворочается ли в гробу Марка Анатольевича Захаров от нынешнего поведения его любимого актера Дмитрия Певцова. Самое печальное и радостное одновременно с моей точки зрения, что мы совершенно не знаем, как они, эти великие художники, повели бы себя в нынешней ситуации. Я совершенно не исключаю, что они были бы твердо на стороне спецоперации «Зет» и непобедимого вождя народа. Ну, почему мы не знаем? По некоторым великим художникам, мне кажется, есть определенность, но разве могут быть сомнения в том, поддержал ли Эдуард Лимонов или нет специальную военную операцию? Нет, никаких, потому что он добился главного, он добился внимания мейнстрима, он привлек к себе внимания, и на этой оптимистической ноте, как и положено в соответствии с Белковской теорией жизненного задания, он реализовал свое жизненное задание и должен был уйти от нас в лучший мир. Надо сказать, что в ответ на классический вопрос Вадима Владимировича Познера, нашего с вами кумира, в интервью «Что бы вы сказали на встрече с Богом?» Познер приписывает этот вопрос Марселю Прусту. Лимонов ответил лучше остальных. Я, естественно, видел далеко-далеко не все интервью Познера, но все, что я видел с другими людьми, было очень, скажем, банально и неискренне одновременно, а Лимонов как раз сказал очень четко, он бы спросил у Господа на черта все это было нужно. Человечество цель, я считаю, это разгадать свою собственную загадку, зачем мы. До сих пор никто толком не сказал это, зачем мы. Вот если встретить Создателя, попытаться его как бы любыми методами заставить ответить, что у нас за загадка, потом убить и съесть его, вот что надо сделать. Причем, замечу, интервью с Лимонов показали только после смерти Эдуарда Вениаминовича, при его жизни это было еще не разрешено, но в России так часто бывает, да и не в России, впрочем, не будем уж все сводить к нашей бедной несчастной, оставленной нами и оставившей нас родине. Но вот эта логика, что мы идем от транссексуалов к педофилам, любой Робин желает быть женщиной, это логика тоже, так сказать, борьбы караканского продюсера со страхом импотенции или Фредерика Миттерана с острым очищением несвободы, ради преодоления которого он был готов поставить на кон и на карту свою карьеру. Это логика азартной игры с некими запретными темами, которая существенно влияет на твой гормональный фон и заполняет твое содержание смысла. А что касается равинов, то да, они совершенно от них не без греха, поскольку во всякой замкнутой, закрытой корпорации, где человеку присваивается авторитет независимо от его личных качеств, такое бывает. Собственно, ну и мы знаем, что и в христианских церквях черти водились всю жизнь достаточно активно, и в католической церкви ад привел к огромному количеству сексуальных проявлений самого медикулярного свойства, начиная от банальных, самых простых связей священников с женщинами до педофильских скандалов, которые еще продолжают потрясать католическую церковь и Ватикан, и репутационно который влияет на судьбу Ватикана до сих пор весьма негативного. Формально из-за этого во многом ушел на покой бывший Папа Римский Бенедикт XVI Карл Йозеф Ратсенгер, хотя, на мой взгляд, де-факто не из-за этого, а из-за того, что он понял, что его суперконсервативная линия просто не может быть эффективна в условиях современного мира, что церкви нужно новое аджорнаменту, новое приспособление к реалиям, как при Папе Ани XXIII, и поэтому он должен дать дорогу молодым. Я думаю, что еще стоит отметить другую документальную ленту, которую тоже очень ждут. Это вторжение Сергея Лозницы о двух с половиной уже почти годах полномасштабного вторжения России в Украину. У Лозницы в Каннах в особом взгляде несколько лет назад показывали замечательный фильм «Донбасс» игровой, о том, что творится на территориях Донецка и Луганска. «Пацаны, у меня тут немец попался!» «Фашиста поймали!» «Блок, блок!» «Я журналист!» «Я журналист!» «Окей?» «Я журналист!» «Гитлер Капула!» «Очень блогу!» Да, скандальный фильм, который, мне кажется, оставил многих в Украине именно недовольными, потому что у Лозницы был некомплементарный взгляд, скажем так, и на тех, и на этих. И вообще, когда война началась, Лозницы уже, кажется, исключили из Украинского союза кинематографистов, потому что не то чтобы он говорил, что все неоднозначно, для него, конечно же, все однозначно, тут сомнений быть не может, но он просто не пытался присягать какому-то патриотическому угаре ВСУ и далее по списку. В любом случае, он давно уже не проживает в Украине, и я думаю, это будет мощная заявка. Так что так. Ну, в эпоху войны, разумеется, все алчут пропаганды. Да, собственно, в украинской политике этот запрос на пропаганду всегда был гипертрофирован, особенно в последние 10 лет, с тех пор, как де-факто началась Четвертая мировая война весной 2014 года, которую Владимир Путин, конечно, затеял не с Украиной и не против Украины, а против Соединенных Штатов Америки, и Украина была лишь одним из театров этих боевых действий, где, опять же, Путин должен был привлечь внимание мирового истеблишмента. Здесь Эммануэль Каррера абсолютно прав, ставя Путина и Лимонова на одну доску. Лимонов создает МБП, чтобы привлечь внимание российского мейнстрима. Путин устраивает войну в Украине, чтобы привлечь внимание мейнстрима глобального и показать, что он не фриком и не маргинал, а великий тиран, который достоин диалога на равных. Это одно из главных, не явных и не высказанных, не сформулированных в явном виде содержаний Четвертой мировой войны. Но, конечно, художнику во время войны очень сложно избежать того, чтобы стать заложником пропаганды. И, конечно, большие художники должны готовиться к тому, что они будут востребованы лишь тогда, когда военная пыль уляжется, а грязь застынет. Пока война идет, пока она в активной фазе, соловьям иногда придется помолчать. Важное событие в рамках этого Каннского фестиваля это 80-летие легендарного режиссера Джорджа Лукаса, который получит приз за вклад в мировой кинематограф. Не так ли? Есть такое. Каждый год вручают вклад в почетную, это называется, почетная пальмовая вещь. Я вот, например, присутствовала, мне кажется, в 2019 году это было при вручении Оны Алену Дулону, довольно трогательным и запоздалым. В этом году Джордж Лукас вполне заслуженно, потому что он вместе с Копполой, с Пилбергом и отчасти Скорсезе как бы отец-основатель стоит у истоков нового Голливуда, поэтому его присутствие на сцене дворца братьев Лемьера вполне закономерно. Ну, кроме всего прочего, Джордж Лукас, по-моему, самый богатый кинематографист мира. Его состояние оценивается то ли в 5, то ли в 6 миллиардов долларов основной. Источник этого состояния деньги от продажи его компании Lucas Films. И, конечно, кто же не видел «Звездных войн» и Индиану Джонса? Сейчас ностальгический интерес к этим картинам должен быть особенно гипертрофирован, потому что мы должны сейчас очень скучать по «Звездным войнам», оказавшись внутри самой настоящей войны. И многие ведь образы, смыслы, да простите мне это слово, смыслы во множественном числе, оно ужасно пошлое, «Звездных войн» мы обнаруживаем сегодня в Четвертой мировой войне. Но эта война происходит с нами на нашем веку, не в далеком будущем и не в глубоком прошлом. И на планете Земля, а не в других галактиках цивилизации. И это чуть менее приятная война, чем те старые добрые «Звездные войны», которые говорят нам о нашем детстве в самом широком смысле. Не обязательно в детстве по возрасту, а у тех благословенных временах, когда мы буквально младенчествовали, думая, что настоящей большой войны никогда не будет. И там по известному американу-японскому философу Фрэнсису Фукуяме наступит некий либеральный рай. Но кто же думал, даже в лихие 90-е годы, а уж тем более в спокойные нулевые, что вот настанет тотальное господство духовных скреп, и РФ-танки будут идти на Киев. Или что Хамас нападет на Израиль, а Израиль к этому будет совершенно не готов. И искусство же всегда убежище от реальности. И в этом смысле «Звездные войны» Лукасов в сегодняшнем мире это убежище высшей категории. Бункер, который мечтал бы построить вокруг собственной головы каждый из нас. Поэтому уже в этом смысле награда Джорджу Лукасу абсолютно законна и закономерна. Все в истории всегда бывает в правильный момент. Карл Густав Юнг, мой заочный учитель, говорил о принципе синхронии, любимый его пример. Это как один его пациент или анализант, как сейчас надо говорить, заказал себе синий костюм в ателье. И в один прекрасный день этот костюм доставили, но он по ошибке оказался не синим, о черном. И в этот же самый день анализант узнал о смерти своего близкого друга. Черный костюм был нужен ему для похорон, о чем, конечно, совершенно не знал ателье, который перепутывал синий и черный цвета. И поэтому вручение Звездным воинам и Лукасу особого приза именно сейчас во время Четвертой мировой войны это, в общем, тот самый синий костюм, который прибывает в место черного, чтобы мы немножечко ослабили наш внутренний трава. А я со своей стороны я не предлагаю это обсуждать, но, конечно, жду очень картины моего любимого Паула Соррентина Портенопа. Портенопа это, собственно, по одной из версий сирена, которая умерла от того, что не смогла соблазнить Одиссея. А в нашу эпоху возвращения Одиссей становится максимально актуальным героем. Я думаю, еще не одну Одиссею мы увидим. Помните же, была Одиссея Андрона Кончаловского нашего тоже с вами фаворита. По другой версии Портенопа это нимфа, в которую влюбился кентавр Везувий. Из-за этих неумеренных чувствов кентавра Везувия и сексуальных домогательств прямо в духе нынешнего Каннского кинофестиваля и Жерарда Пардия боги превратили кентавра Везувия в вулкан. Но иногда Везувий все-таки не может сдержать своих чувств к Портенопе и тогда происходит извержение Везувия, а Портенопа это первое историческое название Неаполя, данное ему в VI веке, собственно. Паула Соррентина продолжает изучение своего любимого родного города в разных проекциях. Была даже Портенопейская республика это было при Наполеоне, когда на некоторое время свергли неаполитанских бурбонов. В общем, как всегда у Соррентина это должно быть что-то незурядное. Посмотрим. Да, кстати, к вопросу об Андрее Кончаловском, коль скоро вы его вспомнили. С ним тут тоже был на днях скандальчик, потому что актриса Эмили Блант высказалась на какой-то из актерских церемоний. Правда, запамятовала сложное русское имя Кончаловский, но сказала, что когда она кастинговалась к нему на картину «Лев зимой», подверглась страшным унижениям мизогинным. Просто Эмили Блант видимо не знает, что все кастинги на женскую роль у Андрея Кончаловского носит чисто формальный характер, поскольку все равно на них утверждается Юлия Лысоцкая, его законная супруга. Ну, а, кстати, первый из крупных актеров, кто путал, никак не мог запомнить фамилию Кончаловского, был Марлон Брандо. Это, собственно, написано самим Андреем Сергеевичем Кончаловским в его книге воспоминаний. Вот я не помню, в какой, там, «Низкий истинный» или «Возвышающий обман», я читал обе. Не буду за это извиняться. Там, собственно, Андрей Кончаловский занимался тем, что поставлял Марлону Брандо контрабандную черную икру. Именно в таком качестве поставщика черной икры воспринимался Марлоном Брандо, и Марлон Брандо называл его Андрей Костелянец, а обиженный Андрей Сергеевич Кончаловский в ответ называл его Марлон Брандауэр. Но этого юмора, видимо, не слишком осведомленный в кинематографе, кроме своего собственного Марлона Брандо, до конца не оценил. А тем временем выходит у нас в российский прокат лента «Я не киллер» режиссера Ричарда Линклейтера. В чем разница между реальным тобой и твоим занятием? Кстати, меня зовут Гэри Джонсон и я липовый киллер. И, собственно, Ричард Линклейтер, на мой взгляд, нашей аудитории не так, чтобы сильно хорошо известен, поэтому кому как не идущему кинокритику Европы об этом поговорить. Да, худосочный российский прокат. В нем две западные новинки авторского кино. Это «Я не киллер» или, кажется, «Наемный убийца». Он будет называться на афишах в Москве и других городах и весях Российской Федерации. Фильм был показан впервые на последнем Венецианском кинофестивале. Довольно любопытная история, посвященная проблемам самоидентификации в современном мире, хотя действия происходят в любимый период Линклейтера 90-е. Линклейтеру просто кажется, что все хорошее закончилось именно тогда. И не смешно, что он прав. Главный герой профессор психологии Нью-Орлеанского университета, который рассказывает студентам про Фрейда и Юнга, дома имея двух котов, которых зовут Ид и Эго, что, естественно, не случайно, свободное от основной работы время, он еще халтурит на операциях под прикрытием местной полиции в качестве технического ассистента. И в какой-то момент главный сотрудник не выходит на работу, а этот герой выходит на замену. А нужно вот что, нужно изобразить наемного убийцу, встретиться с потенциальным заказчиком, разговорить его о деталях сделки, кого нужно убить как скоро и за сколько денег, а как только заказчик все это произносит, тут ему наручники на запястье и в тюрьму. И профессор становится очень успешно на этом поприще, его даже называют в участке Лоуренсом Оливье. Пока он, как всегда, не встречает роковую женщину, которая жертва домашнего насилия хочет заказать своего обвезенного супруга. А он в нее влюбляется, и дальше, соответственно, классическая дилемма долг или чувство, жизнь или хобби, ид или эго. В общем, это такая, я бы сказала, драмеди, то есть смесь драмы и комедии с романтическим привкусом и серьезными экзистенциальными смыслами. На самом деле, это реально случившаяся история как раз в 90-е, о которой вышел, по-моему, в «Вашингтон пост», но я могу перепутать, огромный лонгрид и автор, журналист этого текста с автором сценария с Линклейтером. Что касается Линклейтера, то у него не первая уже в фильмографии картина основана на реальных событиях и миксующая абсурд с тяготами жизни, и все это под философским соусом, потому что у него уже был фильм «Берни» много лет назад о провинциальном владельце похоронного бюро, который очень любил весь город, такой он был милый и обаятельный, а на самом деле он убил свою жену и целый год скрывал преступления, когда это выяснилось, весь город стал его защищать в прессе и в суде. Ну, вообще-то Линклейтера, Синефилы любят не за это, а за знаменитую серию картин перед закатом, перед рассветом и так далее, и тому подобное с Итаном Хоуком и Жюле Дель Пи о разных этапах взаимоотношений влюбленной пары. Сначала она встречается в поезде, который идет в Париж, потом через 10 лет они уже супруги, ну и далее по жизненной шкале, потому что Линклейтер очень-очень много думает о времени, которое тихо и слабо разрушает все, в том числе и самые высокие чувства и всегда всматривается в мельчайшие признаки этой ужасной работы, которая совершает время, оно же смерть. Мое внимание еще как дилетанта привлекла некая картина, которую Линклейтер уже снимает, но собирается показывать в 2039 году. Как говорилось на эту тему в одном советском мегахите, долго жить собрались. То есть, видимо, тем самым он страхуется и гарантирует место в будущем, куда, по словам Ильи Кабакова, возьмут не всех. Второй фильм называется «Мертвым не больно». Второй режиссерский опыт актера Вига Мортенсона. Мы видели прямо перед войной его картину «Падение». ретро-драму об отношениях взрослого гомосексуального сына, которого он играл сам, со своим крайне патриархальным отцом, который всем испортил жизнь, когда все были еще маленькие, и сестре, и ему, и матери. Учил стрелять уток, хотя убийство это плохо, теперь в сегодняшнем дне осуждает гомосексуальные отношения своего сына, удочеренную девочку. в общем, такая классическая для американского интеллигента гиберальных взглядов картина о том, что все зло от белых привилегированных цисгендерных мужчин. Второй фильм «Вестерн» и претендует даже на название классического «Вестерна», потому что вынесено на афишу цитаты из благосклонных рецензентов, сравнивающих эту картину с шедеврами Джона Форда и Города Хоукса. Вообще, «Вестерн» на сегодняшний день переосмысливает гораздо реже, чем, допустим, фильм «Нуар», хотя бы потому, что основные условия «Вестерна» борьба с крыльным населением и покорением «Фронтира» совсем не актуальны. Борьба с крыльным населением общепризнанно является геноцидом на сегодняшний день, а «Фронтира» давно покорен и освоен, не знаю, там, корпорациями вроде Гугла, Apple, Facebook и далее по списку. «Вестерн» здесь используется для того, чтобы сообщить миру, опять же, те самые либеральные Максима и Клише, потому что это феминистское прочтение вестерна. Одной из главных ролей играет Вики Крипс, очень хорошая актриса современная. Она играет цветочницу МСЮП канадских кровей, чей отец погиб на войне с англичанами. Она встречает героя Вига Мортенсона, который датчанин, такой старый солдат, чье сердце не знает любви, и вместе они селятся в богом забытом городишке, состоящем либо из пропоиц, либо из людей, теряющих здоровье на золотых приисках. А дальше начинается гражданская война севера с югом. Вига Мортенсона зачем-то на нее уходит, хотя ему не по возрасту. В нем играет патриотизм и любовь к приключениям. Он говорит, я скоро вернусь, возвращается через пять лет, а за это время с Вики Крипса происходят разные нехорошие вещи, потому что патриархальный мир ужасен. Я бы сказала, что совершенно непонятно, зачем очень талантливые, яркие, умные актеры вроде Вига Мортенсона садятся в жильяшерское кресло, чтобы снимать такие неряшливые, банальные картины. Лучше бы они ходили, как они ходят на демонстрации в защиту свободы, равенства и братства. Этим бы ограничивались, потому что мертвым может быть и не больно, а живым, которые покупают билет на вестерн, а потом смотрят вот такую вот агитку, им может быть больно. Ну, хочу заметить, что, дорогие друзья, благодаря ведущему кинокритику Европы Зинаи Дипронченко, вы можете сэкономить на билетах, на феминистические вестерны, вам будет не больно, так что вы будете обязаны Зинаиде вдвойне. Я ни к чему не призываю, но когда потом я призову делать донаты и поддерживать канал Белковский, вспомните об этом, пусть это всплывет в вашем сознании. Хочу заметить, что плох тот актер, разумеется, который не хочет стать режиссером. Это тоже амбиция человека стать богом появляется в миниатюре. И поэтому, мало ли мы знаем примеров того, как очень успешные актеры становятся неуспешными режиссерами, просто потому, что режиссерский талант имеет совершенно другую природу. Актер должен быть всегда максимально пуст для того, чтобы автор и режиссер наполнили его содержание. Режиссер должен быть в достаточной степени полон и креативен, чтобы переработать автора. Поэтому не всегда так бывает, что актер преуспевает в роли режиссера, ибо трудно быть богом. Ну, а то, что, естественно, гомосексуальность расцветает под сенью жесткого патриархального мира, это действительно так, это тоже одна из моделей описания эдипового комплекса, когда есть жесточайший патриархальный отец, изничтожающий в своем сыне все мужское начало, не все, а все мужское и мужское начало, и в результате чего сын переходит на другую сторону баррикад, и конечная цель этого сына убить отца и заботиться о маме. Поэтому геи очень часто водят крайне заботливыми сыновьями, особенно те геи, которые растут без отцов, а расти без отца это ведь тоже понятие растяжимое. Можно иметь вполне живого отца и даже и юридического отца, и физического отца, и при этом быть без отца, поскольку если ты должен залезть в бронированную камеру, чтобы не видеть своего отца, то ты как бы развиваешься и без отца. Так что здесь, опять же, Вигу Мортенсен объясняет вполне психологически понятные вещи, и, конечно, мне жаль, если он не состоится как режиссер, потому что как актер я его очень люблю со времен первого с ним фильма, который я увидел «Идеальное убийство». Там даже на фоне инфернального Майкла Дугласа он смотрелся вполне достойно. Кстати, сейчас вышел сериал «Франклин» с Майклом Дугласом в главной роли, и мы не обсудили его сегодня с Зинаидой Пронченко, потому что сериал безмерно и безразмерно тосклив. И именно состарившийся Майкл Дуглас, в котором особенно акцентуированы еврейские черты вот его на определенном этапе его жизни, вот это главный фактор тоски этого, так сказать, удручающего кинопродукта. Ну а под занавеси на финиш мы должны поговорить о качественном новом слове в глобальном кинематографе, о фильме, который снят целиком и полностью искусственным интеллектом с помощью программы SORA корпорации OpenAI, той самой, которая сделала чат GPT. Это крымкометражная картина Airhead, полностью созданная искусственным интеллектом, главный герой который это человек с головой воздушным шариком. И как объясняют нам создатели ленты Airhead, они хотели показать сухорубкость человеческого существования. Мне кажется, что они показали в первую очередь свою целевую аудиторию, потому что именно люди, у которых голова напоминает воздушный шарик, наполненный гельем или горячим воздухом, и который нуждается соответственно в услугах искусственного интеллекта, про таких людей и это забавный короткий метр, в общем-то выглядящий как любой короткий метр, снятый студентами МГИКа примерно на третьем курсе. Что-то хрупкое, что-то смешное и что-то максимально банальное. Ну, разумеется, просто потому, что искусственный интеллект сейчас не достиг еще должного уровня развития, а как глобальный тренд это очень важно, поскольку для чего вообще дан нам искусственный интеллект, во-первых, чтобы избавить человека от бремени обязательного труда. Вот здесь марксистская формула от каждого по способностям, каждому по труду, в эпоху искусственного интеллекта, точнее, в эпоху возвращения одним из доминирующих явлений и трендов, которые выступает искусственный интеллект, будет реализована. Труд, наконец, не будет больше отчужден от человека, человек сможет сконцентрироваться на творчестве в самых разных смыслах этого слова и в самых разных сферах. А с другой стороны, искусственный интеллект дан человечеству, чтобы несколько человеческую горденью укоротить, поскольку он фактически говорит человеку, смотри, все, что ты считал своим эксклюзивным созданием, все, о чем ты думал, что так можешь только ты, теперь могу я, искусственный интеллект. И поэтому задумайся, пожалуйста, о своем месте в мире. В чем твой эксклюзив? Чем ты отличаешься от искусственного интеллекта, если тот считает гораздо быстрее, уж безусловно, в любой игре типа шахмат, естественно, интеллект легко обыгрывать. Не будет ли он также обыгрывать человека и в искусстве на следующем этапе, просто когда он будет более совершенным, чем нынешняя программа SORA от OpenAI и Chat GPT? И ответ на этот вопрос для меня столь же очевиден, сколь и прост. Выход из кризиса в отношениях с искусственным интеллектом лежит только в восстановлении отношения человека с Господом Богом. Потому что фильм, снятый естественным человеком, будет всегда отличаться от фильма, снятого искусственным интеллектом тем, что в первом случае может присутствовать божественное вдохновение, которого в втором случае нет. У промпт-инженера оно может быть, у того, кто формулирует и формирует техническое задание на съемку картины, но не искусственный интеллект, как такового, который лишен прямой связи с Господом Богом. И здесь снова на передний план выйдет сакральное содержание искусства, а не технологии исключительно, поскольку сегодня мы оказались в мире, когда кажется, что искусство суть просто совокупность технологий. И точно так же придумывается любой бренд, совершенно не нужен никакой ни талант, ни вдохновение, ни поиски, ни мистическая дрожь. Художник, ничего этого не нужно, а потом приходит искусственный интеллект и говорит, ну, раз все технологии, тогда и люди и тут человек должен ужаснуться и вспомнить о своих корнях и основаниях всякого и любого творчества, особенно в кинематографе, который мы изучаем вместе с ведущим кинокритиком Европы, известной русской писателькой Зинаидой Пронченко. Это был очередной каннский выпуск проекта «Киноагент», «Киноагент-283», поскольку таков мой Белковский номер в перечне физических лиц и на агентов, созданных Минюстом РФ. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский и ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте канал Белковский морально, физически, финансово, как угодно в любой валюте, а еще очень важно комментируйте нас и в следующий раз мы прокомментируем вас. Лучшие комментарии к нашему иноагенту будут обсуждены. Большое спасибо, дорогие друзья, добрых дней и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова